Нам все равно. Соединенным Штатам и НАТО все равно, сколько украинцев погибнет. Гражданские ли лица, женщины или дети, или солдаты, нам все равно. Это превратилось в какую-то футбольную игру. Что-то вроде «У нас есть наша команда, у них есть своя команда». Мы хотим набрать как можно больше очков и увеличить разрыв в счете. И вы знаете, нам все равно, сколько игроков, играющих за наши деньги, будет в итоге покалечено на игровом поле. Главное, чтобы мы побеждали. Сейчас мы поставляем фантастическое количество оружия. И это привело к тому, что Райтэон, который производит ракеты, и Нортроп Грумман, который создает самолеты и ракеты, все эти оборонные компании стали получать сверхприбыли и раздуваться от долларов. Я не думаю, что это в конечном счете повлияет на результат. Я думаю, что Россия одержит верх. Украинцы находятся в очень неудобном стратегическом положении на востоке страны. Давайте проанализируем, как эта ситуация развивалась. Президент Путин предпринял отчаянную попытку остановить движение к войне еще в декабре 2021 года. Он зашел так далеко, что положил на стол переговоров с НАТО конкретные письменные предложения, мирные предложения, чтобы разрядить обстановку. Потому что в этот момент Украина собирала войска для нападения на Донбасс. Он пытался предотвратить это. Он не хотел войны. А НАТО просто проигнорировала и отмахнулась от этого предложения, не принимая эти предложения всерьез и не вступая в переговоры. В этот момент Путин, увидев готовность украинской армии к нападению, решил, что он должен нанести удар первым. Сейчас уже видно, что это не было какой-то заранее спланированной атакой. Это было похоже не на нападение Гитлера на Польшу, где стандартное эмпирическое правило гласит, что у вас всегда должно быть преимущество в численности 3 к 1, когда вы нападаете. Вы должны сосредоточить в три раза больше танков, артиллерии, самолетов и живой силы, чем у другой страны. На самом деле, когда Россия вошла на территорию Украины, русские вошли с тем, что у них было, с тем, что они могли собрать в кратчайшие сроки. И украинские силы превосходили их численностью. Украинцев было около 250 тысяч человек. У русских было, возможно, 160 тысяч человек. Таким образом, вместо того, чтобы иметь в три раза больше войск, у них на самом деле было меньше войск, чем у украинцев. Но они были вынуждены атаковать, чтобы предотвратить надвигающуюся битву против Донбасса, для которой украинцы сосредоточили свои силы. Мы все видели, что Россия надеялась на проведение спецопераций без неоправданных жертв для жителей Украины. Потому что русские думают об украинцах, или, по крайней мере, они действительно думали раньше об украинцах, как о братьях-славянах. Россия хотела сохранить хорошие отношения. Есть известная фотография с российским танком, который был остановлен группой примерно из 40 гражданских лиц на Украине. Они просто вышли на дорогу, перекрыв ее, и в результате танк остановился. Я могу сказать вам, как бывший военный, что если бы во Вьетнаме толпа людей встала бы на пути у американского танка, этот танк ни на секунду бы не затормозил. Он не стал бы сигналить. Он бы ничего не сделал. Даже предупредительного выстрела.